здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева продолжение моего видео на сахалин 19 веке только через кругосветное путешествие отец хармса и я вам читала посмотрите каким образом он ехал два месяца через америку в том числе через океан и через америку вот кругосветку нужно было чтобы из петербурга попасть на сахалин либо как у чехова как чехов ехал а чехов тоже добирался через одессу через индию вот таким морским путем потому что экскурсоводы на сахалине они рассказывают о том что катаржан доставляли в течение двух лет в один конец вот из европейской части это посуху если и в этом фильме я говорю что возможно она была не проездная на каком-то этапе это это земля но долгое время долгое долгое время потому что она вроде бы как бы принадлежала российской империи но сахалин невозможно было никак попасть только как пройти весь мир и тогда спрашивается а зачем зачем это было нужно если такие далекие земли не обжитые не уютные когда есть масса других земель и хороших почему именно так вот сейчас мы посмотрим информацию потому что это все вписывается мою теорию версию которой я говорю много лет я одна по моему из альтернативных историков блогеров придерживаюсь версии что передел мира начался после 1860 года после Крымской войны я первая выдвинул эту версию я ее придерживаюсь потому что все мои изыскания в течение этих лет они только подтверждают эту мою версию ну вот никак я не могу сказать что это было в восемьсот двенадцатом году бомбили то что могли быть ядерные заряды восемьсот двенадцатом году я не оспариваю и даже мало того подтверждаю что они могли быть ядерное оружие было у меня у меня есть фильмы на эту тему дубна да потопная и на картинах я показывала царь недержавный то есть вот эта держава та самая это это есть ядерное оружие с ключом активации тот самый крестик который якобы крестик на державе которую держат правители это ядерная бомба вот у кого она есть на портретах тут значит и ядерный державник а вот у кого нет у петра первого кстати его портрета прижизненные и чуть позже там нет нигде никакой державы то есть он царь не державный и даже он не царь получается он император то есть это уже колония и так далее так далее но окончательно передел мира запоминайте я все время говорю что это 1860 год и вот у нас сахалин в общем-то только обживается концу девятнадцатого века к началу двадцатого века то есть вот 1894 год туда попадают каторжник отец хармса далее благодарю за ваши комментарии за вашу но поддержку помощь далее мне пишут в комментариях о том что вот эту ссылку дают читаем 30 18 апреля 1869 года императором александром вторым было утверждено положение комитета об устройстве каторжных работ которым сахалин официально определялся как место каторги и ссылки эта дата считалась официальной даты учреждения сахалинской каторги понимаете да вот оно вот только когда только александром вторым крымская война у нас закончилась 1856 году официально но по всей видимости боевые действия продолжались по всему миру и она не была крымская она была какой-то странной мировой войной потому что шел захват америки в том числе потому что в америке как мы знаем в это время шла какая-то там гражданская война ну вроде как бы против рабства унесенные ветром да есть такая книга как раз про это дело значит запоминаем вот эту дату 1869 значит до 1869 года там не было что ли никого или у вот этих управителей романовых не было доступа к сахалину на каком-то этапе вот не было доступа к сахалину и далее что у нас продажа аляски давайте посмотрим значит каторга у нас 1869 году официально устанавливается добраться туда можно только через сша через академический океан через японию либо через из петербурга надо ехать в одесский порт потом плыть в балкан и потом плыть через индию через китай и вот таким образом а агибать японию и только так попадаем мы на сахалин вот такие либо два года в одну сторону два года в одну сторону идут каторжники посуху если и это все еще в 1893 1896 годах то есть вот уже проходит там 40 лет почти почти 40 лет и еще никаких дорог нету два года только если добираться скажем так вот наземным путем по россии в чем проблема то давайте посмотрим если они пересекают америку если в кругосветке вот сахалина чтобы попасть на петербург надо пересечь америку атлантический океан потом америку потом англию и только потом попал германию попадаем в европу и попадаем в петербург сейчас на карте посмотрим чтобы у нас вот у нас карты мира примерно вот здесь вот у нас где-то где-то здесь петербург и нам нужно попасть вот сюда сюда вот сюда нам надо попасть остров сахалин и вот как попасть петербург получается что вот отсюда отсюда отец хармса вот сюда в северную америку вот пересекал на эту северную америку потом у нас опять атлантический океан потом он едет через ливерпуль лондон вот попадает в европу как-то он через америку ехал через германию вот уже как-то так он попадал уже по суху хотя можно было и на корабле где-то он здесь насколько понимаю вот любань здесь ему разрешили поселиться а и санкт-петербурга ему надо было добраться до одессы вот сюда вещал через черное море вот сюда морским путем вот это все надо было проехать вот это все надо было обойти сколько понимали бы вот здесь вот 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 здесь вот через пролив через канал получается вот здесь вот надо было обойти либо вот вот таким я не знаю как он там полу потому что он переплывал индию вот так 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 и попадал японское море охотское море а продажи аляски у нас происходит 1867 году это проходит крымская война вот якобы российский император александр второе потерпевший катастрофическое поражение в крымской войне начал изучать возможность продажи аляски которые в случае будущей войны соединенному королевству было бы трудно защитить соединенному королевству от кого защитить с этой целью уильям стюарт если там идет гражданская война если туда едут переселенцы с европы от кого защитить то есть они поделили мир поделили мир и вот эти территории которые по всей видимости и северная америка она была когда-то общей территории там беринга пролив был сухопутный потом уровень воды поднялся и все его залил потому что там и чукчи они на такие же как индейцы у них какой-то общий корень непохожие у них похожие языки даже есть там очень много связей осталось они как будто были разорваны эти связи в том числе и животные тропы были разорваны вот поэтому это был делюш мира моё такое мнение и конечно он что значит российский раньше говорили русский император сегодня пишут российский император это англосаксы вербины они не русские люди и поэтому александр второй он шестьдесят первом году после 1860 года по моим предположениям глина засып дезактивация глины происходит 1860 году конкретно официально якобы крымская война закончена в 60 1856 году там четыре года остается до как бы глина засыпа городов так так получается вот по моим исследованиям многолетним сходится все в эту дату и далее когда видимо утихает немножко снижается радиоактивность на этих территориях которые тоже наверное пострадали попали я не знаю что это за глобальная война такая была не спрашивайте меня я технически не знаю как это возможно я могу только предполагать у меня есть своя версия я об этом делюсь на своих том числе прогулках рассказываю как это может быть потому что ну одному человеку не под силу единственное только что мне помогает мое конечно мой опыт жизненный мое образование в том числе строительные технические разобраться где-то как-то с логикой того что происходит на земле то есть по остатке построек остатки архитектуры а глина засыпа или песка засыпа то как стоят фундаменты и вот из этого исходя можно сделать вывод что да была цивилизация и разбабахали на старых останках стен строят новую цивилизацию выдают уже за новую новую дату построек это все происходит повсеместно я даже не буду об этом говорить потому что это выходит за рамки этого фильма но вот просто я вам подсказываю вот они даты значит 1861 освобождение крестьян продажи аляски и в шестьдесят девятом году у нас учреждена каторга вот скрылась какая-то каменная дорога больше она даже похоже на за закругление то есть некий каменный тоннель больше на это похоже и вот таким образом она выглядит поэтому здесь была цивилизация кто-то здесь это строил все это было зачищено почищено что это было на этом острове может быть здесь тоже под вот этими осадками под вот это песка глиной может быть там тоже есть какие-то остатки цивилизации строения какие-то возможно куда шел этот тоннель якобы дорога ну давайте посмотрим гражданская война посмотрите известна по другим названием 12 апреля 1861 года как раз отмена крепостного права 1861 год и по 65 год вот идет зачистка территории уже на территории америки под видом вот этой гражданской войны севера и юга освобождение от рабства ну не знаю и дальше дальше у нас продажи аляски 67 год а в шестьдесят девятом году 1862 девятом году сахалин объявлен зоны каторги так что передел мира в моей версии начинается после той самой крымской войны странный после глины засыпы в 1860 году и мы живем сегодня в этом мире но сейчас такое ощущение что эти кланы они либо поменялись либо устарели и им на смену приходят новые более жестокие кланы которые сейчас занимаются дележкой мира в том числе и за нашу территорию идет битва мы сами видим в общем-то по отношению к нам нас списывают с истории но пытаются списать не значит что они спишут или совершенно не знаю что у них там что-то получится но попытки идут вот что-то произошло 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 и романы в том числе участвовали в этом дележе вместе с американцами поэтому никакие они там не святые не не русские цари это все оккупанты захватчики вот такое мое мнение делитесь в комментариях подписывайтесь на все мои каналы благодарю всех за поддержку канала у нас нет монетизации как вы знаете поэтому ваша помощь всегда важна нужно и я с благодарностью ее принимаю всех вам благ с вами была галина конышева до свидания